С вниманием! Только наша ленность. Первым признаком начинающегося здравия души является, наконец, видение своей греховности, которая в нас, естественно, есть. Сам дрянь дрянью, а всё твердит, я не такой, как прочие люди. Нравственный закон взаимной любви. Вот что делает человека причастником Церкви, её членом. Расскажите, пожалуйста, как простить человека? – Если бы мы немножечко посмотрели бы на себя, какие гадости мы подчас делаем, и не обязательно это внешне, а внутри себя какие, то, наверное, мы бы застыдились, сказали, господи, я ещё хуже. Мы не видим себя никак. Мы постоянно оправдываем себя. Когда однажды к одному великому, по-моему, Пимену Великому, не помню точно кому, собрались монахи, буквально сотни тысячи, и сказали, «Отче, скажи нам наставление!» Он сказал, «Никогда не оправдывайте себя! Ибо в противном случае вы никогда ничего не получите!» Если бы только мы понаблюдали за собой, за своими мыслями, за своими желаниями, за своими отношениями к другим людям, то, наверное, мы бы так прикусили бы свой язык и своё сердце, что во веки веков бы, наверное, не смогли бы никого осудить или проявить ему злобу и не простить его. Если мы не прощаем других, то и нам прощения не будет. Христос целую притчу замечательную сказал. Причём, что сказал? Он сказал, что один был должен 10 тысяч талантов. Таланты? Таланты. Если серебра – талант, то это 26 килограммов серебра. Если золото – золотой талант, это 50 килограмм. В притче, правда, он не сказал, какие. Достаточно серебряных. Если 10 тысяч, помножьте на 26 килограмм. Так? Понятно? Тот начал упал, умолять, всё. И простил ему Бог. И этот прощёный вдруг встречает, который должен ему там 100 рублей. И давай его душить. Давай. Пока не отдашь, я тебя в тюрьму. Поняли, к кому притч-то относится? Я не прощаю другого, который должен 100 рублей мне. Мне, если посмотреть, какие гадости только я творю за свою жизнь. И во веки веков не рассчитаться. Поэтому признак непрощения какой – это нехотение увидеть себя, какой я есть на самом деле. Понаблюдать надо за своими мыслями, чувствами и желаниями. А может быть, и делами неплохо вспомните, какие делишки мы проделывали. Вот единственный путь, на котором я действительно смогу не только не просить. Я не только просить могу. Но и даже мне осудить будет стыдно этого человека. Стыдно просто будет осудить. Помните, дедушка Крылова? Чем кумушек считает трудиться, не лучше ли кума к себе обратиться? Вот здесь только на этом пути мы действительно можем, можем действительно от всей души простить человека. Господи, да, поступил скверно. Один раз. Как сказал один святой. Знаете, сказал, очень интересную вещь сказал. Когда его спросили, можно ли простить убийцу, он один раз только совершил убийство, а я каждый день совершаю убийство своей души. Вот путь и средство, на котором действительно можно простить другого человека. – Подскажите, какие есть святоотеческие советы по стяжанию, научению любви к ближнему и к Богу? Что означает «всех люби и всех беги»? Ну, во-первых, «всех люби» и «всех беги» – это было сказано Арсению Великому. Арсений Великий – это был вельможа. Вельможа, причем близкий к императору сам. И вот представьте себе, занимал такой пост и сбежал. И куда-то бежал? В пустыню с мягкой одеждой и хоромом. Сбежал в какую-то, знаете, пещеру. Да, вообще, вот были сильные люди. Просто диву даешься, конечно. Удивляешься. Могучий дух был у людей. И сила воли колоссальная. Дело вот в чем. Потому нет любви, что мы слишком себя хорошими видим. И чем более лучшим я вижу себя, тем более худшими являются все другие. Ведь мы с чего и начали сегодня разговор с вами? Все хуже меня. И сам Господь, Бог даже не понимает, что только творят эти все люди. Один я хороший только. Видение себя дает возможность человеку действительно тогда понять, понять и снисходить, быть великодушным к промахам, грехам и, если хотите, даже преступлением других людей. Только не смешивайте, пожалуйста, осуждение и рассуждение. Я могу быть великодушным к пьянице, который уже алкоголик совершенно. Но это совсем не значит, что я буду предоставлять ему все возможности пьянствовать или возьму его на работу к себе, на винный склад. Представляете, алкоголик? Это же, ну, мечта да и только. Правда? Я же никогда этого не сделаю, естественно. Но осуждать не буду. Избави Бог. Он пьяница, а я блудник. А я обжора. А я обманщик. Слушайте, надо же... Не смогу я осудить его. У меня язык не повернется, потому что я знаю. Поэтому я с великодушием отнесусь к этому человеку. Вот путь. Путь познания себя. Недаром один из святых, Исаак Сирин, так и сказал. Блажен, кто познает себя. Это познание, то есть, вот этих своих гадостей, которые у нас полно. Это познание является основанием и корнем всякого блага для его жизни, для его деятельности. Мы не хотим на себя посмотреть. Вот у нас... Да чего ж мы себя никак не любим, а? Никак мы не хотим в зеркало посмотреться. Ну, что ты будешь делать? А почему не хотим? В зеркало души посмотреться. Ой, страшно. Там я вижу то, чего никак не хочу видеть. Никак не хочу. Я же хороший. А зеркало вдруг мне покажет обезьяну вместо меня. Вот так. Вот путь, на котором только мы действительно сможем. Это одно из важнейших положений, на котором мы сможем действительно относиться с любовью к каждому другому человеку. Православие призывает человека к святости. Кто с православной точки зрения является святым, как стать святым? Не больше, не меньше. Начали с духовности, кончаем святостью. Осталось ещё духовное только совершенство. Вы знаете, если вы хотите знать, что говорят по этому поводу святые отцы, то скажу вам. Могу сказать коротко. Могу сказать длинно, конечно. Да, как хотите. Но только нас тогда выгонят отсюда. Скажут, слишком долго вы будете говорить. Мера святости измеряется мерою смирения, которого достиг человек. Так, ясно, неясно. Что это такое за смирение? О каком смирении идёт речь? Что это такое? Слышите? Мерою смирения. Не любви. Потому что любовь является только плодом смирения. А мера святости измеряется мерою смирения. Что под смирением, разумеется? Вот это вот познание себя, о котором только что мы сейчас говорили. Познание чего? Очень простого. Я думаю, мы все с вами это сумеем сделать. А почему? А вот будем загибать просто пальцы. Нельзя осуждать. Ты можешь не осуждать? Ну, нет, конечно. Ну, не могу. Можешь не тщеславиться? Ну, нет, это вы уже слишком. Можете не заниматься болтологией, празднословием? Ну, конечно, это немыслимо. Может, и день сесть за стол и не объесться, когда вкусы? Ну, знаете ли, это слишком уже. Как пишет, помните, англесичник назвал одно из своих слов, назвал так – о любезном для всех и лукавом владыке чреве. И так – не можно, нет, не могу. Господи, вы знаете, чего ни коснись – не могу. С какой стороны? Любую возьмите заповедь. Ну, просто любую заповедь. Любую. Какую угодно. Не могу. Всё. Так, прости, если ты ничего не можешь. Или ты ничего... Что такое? Ты ничего не можешь, оказывается. И что ж ты хочешь? Вот откуда рождается смирение. Откуда, если проще говорить, тот, кто хочет действительно познать себя, он должен проверять себя не какой-то отвлечённой общечеловеческой моралью, а Евангелием. Евангелием должен проверять себя. У Честертона... Это не святой, нет-нет, да, это не святой. Это английский автор. Есть такое выражение. Гордый всё примеряет к себе, а не к истине. Так вот, для нас истинно является евангельское учение о том, какими мы должны быть. Будьте совершенны, как Отец ваш Небесный, совершен. Есть. Сказано так. Вот заповеди даны. Надо сравнивать свою жизнь с заповедями. С заповедями. Вот у меня пришла дурная мысль. Ну и как ты? Ну как? Я вовсю развиваю. Сон даже пропадает. Вот как. А разозлюсь? О, Боже мой! Тут вообще давление поднимается, говорят. Одна зависть только что с нами делает. Да ничего не можем. Только надо посмотреть же, честно, в это зеркало. Сравнить свою жизнь с Евангелем. Сравнить. Вот откуда рождается смирение. Смирение – это что такое? Это объективный, слышите? Прямо объективный взгляд на себя. Кто я есть? Кто я есть? Я не завидую, не осуждаю, не тщеславлюсь, не горжусь, всех люблю, всем прощаю. Да? Да? Ах ты! Вот откуда... Вот что такое смирение. Вот что такое смирение. А не смиренничание, которые часто играют. Смирение – это познание себя. Я честное, открытое. Я ни перед кем не буду говорить, я перед Богом покаюсь. Самым главным, так и быть уж батюшке скажу. А ну, батюшке, знаете, вот мужчинам очень хорошо исповедуются. Женщинам не знаю как. А мужчины, знаете, как исповедуются? Грешен батюшка. Вот так. Нам очень удобно в этом отношении. Даже здесь легко. Вот что такое смирение. Поняли, что такое? Это познание себя, видение, что, оказывается, я не могу ничего исполнить. А что такое исполнить? Это же не Бог требует от меня. Богу это не нужно. А зачем это исполнять? Знаете, зачем исполнять? Чем больше я ненавижу, чем больше я завидую, кто страдает больше? Я. Страсти – это страдания же. Всё, что названо грехом в Евангелии, это есть раны, которые человек наносит себе. И Бог только умоляет и говорит – не делай себе этого, голубчик, что ты делаешь? Не делай себе. Вот что такое грехи-то. А то думают, Бог это запретил. На тебе, да. Эх, как хорошо бы гордиться. Как хорошо тщеславиться. Как хорошо ненавидеть. Как хорошо завидовать. Да? Какая глупость просто. Бог только предупреждает. Заповедь – это предупреждение, а не повеление. Не делай себе, человек, этого. Не ходи по битому стеклу, высеком. Не ходи. Вот и всё. Вот что такое заповеди Божии. Предупреждение, а не приказ. Так вот. Это надо помнить. Что, оказывается, если мы только посмотрим на себя, сравним себя с заповедями Евангелия, то, даст Бог, мы смиримся. И будем по отношению к другим уже людям. Совсем другими. Будем не осуждать. А скажем, почешем затылок, да, он-то, аня Жадюга. А я-то лучше и говорить не буду, кто есть. И помолчу. Смирение – великое дело. Поэтому, простите за долгий такой ответ, рассуждение. Ну, вот не умею говорить. Ну, что делать? Свят тот в той степени, в какой он увидит себя и смирится. Ибо смиренным тогда со смиренным и Божий Дух соединяется. Смиренного Бог исцеляет. Делать его здоровым. Здоровым его делает. А здоровое – это что такое? Проявляется в чём? Человек начинает любить всех. Всех. И больных – и здоровых. И добрых – и злых. И честных – и бесчестных. Всех. Вот такая-то святость, на чём строится. На познании себя, на смирении. Чем отличается толстовское непротивление злу от христианской крутости? И что делать, если на твоём смирении начинают паразитировать? Ну, во-первых, на моём смирении паразитировать – это просто, видимо, написали, ещё не знали, что такое смирение. Смирение просто. Вот. Вот так. Не знали просто. На самом деле, ведь на смирении моём никак невозможно паразитировать, когда я вижу себя, осознаю, понимаю и, соответственно, веду себя. Вы не думайте, что если я вижу себя, так, и отношусь великодушием к другому человеку, совсем не значит, как я уже вам сказал, что я возьму пьяницу работать на винный склад. Совсем не значит. Смирение даёт возможность рассуждения. Не будем путать эти вещи. Осуждение и рассуждение. Смирение не отнимает рассуждения. А, напротив, даёт возможность объективного взгляда на других людей через призму познания себя. Ну, а Толстовское – это непротивление злу насилием. Если мы не будем противиться злу, во что превратится наша жизнь? Давайте не будем противиться убийц, насильников, бандитов. Не будем. Не будем противиться. Во что превратится общество моментально? Вот вы знаете, что вот сейчас, вот только объявили бы, на один час, сказали, прекращается действие всех законов. На один час. В любом государстве. Да, наверное, от него бы ничего не осталось. От этого государства. Это же совершенно же безумная идея. Непротивление злу насилием. Другое дело. Злому. Опять-таки, святые отцы говорят. Нет добродетели без рассуждения. Вы слышите? Нет добродетели без рассуждения. Рассудительность. Это что такое? Это действительно желание добра человеку. Вот вам пример. Например, ювенальная юстиция. Пожалуйста, не наказывайте ребёнка. Дайте ему полную свободу. Пусть он поступит так, как хочет. И развивается, как хочет. И вот мне рассказал один мой знакомый, такой мощный. Да, он был королём молодёжным. Но он стал диаконом. Вот однажды он едет в автобусе. И один человек ведёт себя просто ужасно, нахально. Когда ему замечают, что вы делаете. А мне мама всё позволяла делать. Я привык так делать. А это значит... Говорит, я злюсь, я же диакон. Как мне быть? Не будь я диакон, я бы сейчас был. И нашёл выход. Друг встаёт. Подходит к нему. Мальчик такой хороший. Схватил его за нос. Подтащил к двери. Тот орёт, визжит. Попросил открыть дверь и выбросил его. Аплодисментами встретил весь автобус. Что такое непротивление злу? Если мы будем давать свободу злу, то во что же превратится наша жизнь? Вообще, я им скажу так. Толстой – очень хороший писатель. Но очень неумный. Это поразительно неумный. Что вот, например... Я вас спрошу. Вы знаете, кто такой Гомер, например? Или Ады, Одиссея, Гомера? И вот сейчас какой-нибудь... Какой-нибудь... Встал бы, взял эту книгу. И сказал... Что за чушь такая? Какие это боги? Какие-то приключения? Что за безобразие? Давайте исправим, вычеркнем это всё. Что бы мы сказали на этого человека? Скажите, что бы мы сказали? Не правда ли? Как ты можешь? Что сделал Лев Николаевич? Взял Евангелие и начал черкать его. Это здесь не так. Это вот это не то. Это нужно исправить. Это неправильно. Это что такое? Это что такое? Мы получаем сочинение студенту. Ну, допустим, паршивое, негодное сочинение. Но когда мы его цитируем, мы приводим точно его слова. Правда ли? Не посмеем исправить. Мы потом можем прокомментировать, сказать. Сказать, что это, голубчик, ты уже заехал туда, куда сам не знаешь, что ты пишешь. Правда ли? А он что сделал? Черкает. Этот Иисус ошибся, видите ли. Он Лев. Но он-то всё понимает. Сейчас то же самое сделал другой великий человек. Сейчас. Лев Николаевич тогда был. Так? А теперь сейчас сделал другой человек. Великий, на весь мир известный человек. Взял и исправил молитву Отче наш. Говорит, там непонятно, что это написано. И не веди нас в искушение. И он взял и исправил. Исправил это. И дай нам, чтобы не впасть в искушение и что-то. Как ты смеешь это делать? Ты можешь комментировать сколько угодно. Ты, пожалуйста, объясняй. Но взять и исправить текст, я говорю, даже студента я не могу это сделать. А здесь Евангелие исправляет. Это какая гордыня. Недаром о Льве Толстом Амбросий Оптинский сказал. Хотя он и лев, да, но не смог победить себя. Гордый очень. А теперь тот человек, о котором я сейчас сказал вам. Который исправил молитву Отче наш. Знаете, кто? О, Франческо. Папа Франциск. Этот иезуит, который посмел коснуться Евангелия. Которого никто ещё до этого не делал. Даже Папа Римский этого не делали. Объясняйте сколько угодно, как понимать эти слова. Но чтобы исправить, это что такое? Так вот, Лев Николаевич, к сожалению, к сожалению, видите, тоже давай исправлять Евангелие. И дошёл. И дошёл. Не противьтесь злу. Давайте. Выпускайте бандитов всех. И пусть они царствуют в нашем мире. Много вопросов, связанных с неверующими родственниками или с воспитанием детей. Пишет мама двоих маленьких детей. У нас православная семья. Сегодня в мире происходит много катастроф, стихийных бедствий, серьёзных болезней и прочего. От этого на душе постоянный страх и тревога. Стало понятно, что это страх за земную жизнь своих близких и свою. Теоретически понятно, что на всё воля Божья. Молюсь, по возможности причащаюсь, разговариваю с батюшками, стараюсь не смотреть и не слушать новости. Пью успокоительное. Но состояние возвращается, стоит только невольно услышать что-то нерадостное. Что посоветуете? Если молитва, то на что сделать акцент? Молитва – великое, конечно, дело. Но вы обратили, наверное, внимание, что разумеет под молитвы. Я сказал о том, что молитва без внимания – это не молитва. Но хочу сказать ещё о другом, чрезвычайно важном моменте. Мы уже привыкли. И не только привыкли, а сейчас распространяется с какой-то невероятной силой. Это молитва, молитвы о своих скорбях, несчастьях, болезнях, бедах. И вообще, все молитвы почти сводятся только к этому. Вы обратите внимание, приводят вот мощи. Вон, в Москве, например. И посмотрите, с чем приходят туда люди. С чем приходят? Вы знаете. Едва ли вы найдёте человека, который подходил бы, например, к мощам святителя Николая и молился бы. Святителю, отче Николаю, помоги мне избавиться от зависти. Нет, ну что вы! Ну что, он с ума сошёл, что ли, от зависти? У меня печёнка болит, а вы от зависти. Нет, духовные проблемы нас не интересуют. Мы же не христиане, мы же язычники. Всё язычество чем наполнено? Исканием, исканием земного благополучия. И больше ничего не надо. Ничего больше не надо. Никто не молится избавить меня от тщеславия, избавить меня от злобы, от осуждения. Что вы? Вот беда-то наступила. Мы совсем забыли о смысле молитвы. А вы знаете, что святые пишут об этом? Хотите, зачитаю вам? Ещё пока есть. Он в Арсенофе Велике пишет. Нехорошо с усилием молиться о том, чтобы получить исцеление, не зная, что тебе полезно. А вы знаете, что я хочу вам сейчас зачитать? Какую интересную вещь. Например, в Псково-Печерском монастыре сейчас был такой старец, Адриан. Он сначала был здесь, строить Сергий Лаври даже какое-то время. Занимался отчиткой. Всё такое отчитка, это вы все знаете, конечно. Хорошо. И там он отчитывал. И вот он буквально в прошлом году или позапрошлом скончался. И вот что пишет о нём Иеросхимонах Валентин Гуревич, духовник Донского монастыря, который был его близким, очень близким, ну, чадом, послушником. Зачитайте вам, что он пишет? Очень, я думаю, вам интересно. Цитирую. Вы это можете прочитать, пожалуйста, я вам могу дать адрес прямо православие РУ 20 мая 2018 года. Итак, в своих беседах не задолго до смерти отец Адриан озвучил удивительную вещь. Он просматривал свою жизнь. Просматривая свою жизнь, понял, что вся его деятельность по отчитке бесноватых была напрасна с точки зрения помощи самим бесноватым. «Не было, говорил старец, ни одного такого случая, чтобы я кому-нибудь на самом деле по-настоящему помог. Потому что на место изгнанного беса потом приходили семь злейших духов. И эти люди снова появлялись на отчитках». А ещё он сокрушался, этот старец. «Это же Господь попускает беснование как крест, а я, пусть и по любви, но эти кресты, получается, снимаю?» Какое раскаяние! Не правда ли? Кстати, это очень пригодится всем тем, которые, так сказать, думают, советуют или своих кого-то вводят на отчитку. Слышите? Кстати, святые отцы никогда не касались этих вещей. Никто из них практически никогда не отчитывал. Никто. Это редчайшие случаи были, когда занимались отчитками. Ещё бы! Преподобный Сергий был никогда, Серафим Саровский, никогда. Ну, что вы! А теперь пошло! Пошло! Теперь до чего докатились вообще? До чего докатились? Торгуют молитвами! Хотите, чтобы помолиться о вашем больном или о вас? Гони монеты! Прочтём Акафист. Кто прочтёт? Не знаю. Посылайте туда за одного человека 700 рублей. Если 4 Акафиста полторы тысячи, спешите, видите, выгодно. За 1 Акафист 700, а за 4 полторы. Четыре секретаря. Вы понимаете, о ком я говорю? Головин. И шлют туда бывший отец, с которого сняли сан, ещё бы превратить молитву в торг. Это что, под флагом каким? Лукавом! Где двое или трое соберутся? Во имя моё! Давайте соборную молитву! Почему благословение вы это делаете? На молитву собирают кто? Священники какие? У нас есть священно начали всё и вдруг вопреки прямому даже запрещению, потому что есть храмы, собирайтесь, молитесь. Нет, нет, храмы неинтересны, а тогда заплатишь и за тебя прочтёт тот Акафист. Кто? Чего? Вообще, вы знаете, это прям какая-то беда. В Иерусалим, на Афон, куда только нет, это во что превращают христианство? Фирма, да? О, ловкие люди, нашли! Играют на простодушии, на доверчивости людей. Кто-то там прочтёт Акафист, видите ли? никогда таких вещей не было в истории, что это происходит. Этой женщине, надо сказать, поэтому, что каждого, у каждого из нас, как мы уже говорили, в жизни происходит всё то, не потому, что Бог кого-то наказывает. этого нет. Исаак Селин пишет, Бог ничего не делает ради возмездия. Вы слышите? Ничего не делает ради возмездия. А всё происходит, он, говорит, смотрит только на ту пользу, которую это может принести человеку. Так вот, всё то, что случается в нашей жизни, это, оказывается, соответствует нашему духовному состоянию. И если мы хотим, хотя как-то изменить, изменить, чтобы и внешняя жизнь изменилась, мы сами должны меняться. И молиться надо не о том, что Господи избави меня от этого прыща или чирия, а молиться о том, Господи, прости меня за мою зависть, за моё лицемерие. Один только есть способ нам исправиться, для этого надо исправиться внутри себя. Тогда будет исправляться постепенно и внешняя жизнь. А молиться, ещё раз говорю, надо не просто молиться. Молиться. Что такое молиться? Я даже не знаю, о чём она пишет, что она молится, что это такое. Вы же знаете, что можно и причащаться, даже не используя во вред. И исповедоваться можно, оказывается, даже можно во вред. Даже когда неискренно, лукаво, лицемерно и причащаться, без соответствующего сокрушения сердечного, без осознания своей греховности, своего недостоинства, тогда само причастие даже может повредить человеку. Надо вести правильную жизнь. Как? Стараться жить по евангельской совести, насколько это возможно. и молиться не о чём-нибудь, а молиться Господи, помилуй за грехи и помилуй детей моих. Я думаю, что, может быть, тогда она сможет и исповедоваться вернее, точнее, и причащаться с большей пользой, и, глядишь, Господь и поможет. Но надо помнить, никаких случайностей нет в нашей жизни. Нет. Всё происходит закономерно, в полном соответствии с тем, что творится в наших душах. И до тех пор, пока мы наши души не начнём очищать, не будем надеяться на то, что наша жизнь станет лучше. Потому что духовные законы непоколебимы, как и законы материального мира. Вот. Поэтому, действительно, блаженны чистой сердцем. Эти люди блаженны. В каком смысле? И чистота совести даёт возможность и миру душевному. И действительно, поможет во всех отношениях и нашей внешней жизни. Несколько вопросов о детях. Как вести себя верующим родителям, если дочь 16 лет не принимает Бога? Сын и громан, как с этим бороться? Как привести взрослых детей к Богу? Я бы тоже спросил этого. Как быть, когда я уже на курок нажал, поле летит, как бы мне изменить её траекторию? 16 лет только мы хватились. Поздравляю вас, матушка! А что же вы 16 лет делали, интересно? А теперь только увидели результаты. Теперь результаты увидели, что мы делаем только. Мы не воспитываем совершенно людей, своих детей, совершенно не воспитываем. мы не объясняем им, что такое православие, что такое христианство, не объясняем же. Мы не отвечаем на их вопросы, мы не смотрим, чем они занимаются в этом несчастном телефоне, что они читают, с кем знакомят, чем живут. мы не занимаемся совершенно а в 16 лет, в 15 лет, в 13 лет или таскаем силу в храм, ничего не объясняя даже, не объясняя элементарных вещей. Мы учим детей молиться, и в конце концов, или нет? Нет! Самое большее наизусть скажет Богородица Дева, радуйся! Молиться надо научить, а не вычитывать молитвы, а потому мы уже сами не молимся и детей не учим. Результаты получаются, когда уже наступает этот переходный возраст, когда там всё бурлит, действительно всё бурлит, это верно, это процесс очень непростой. Так, здесь мы хватаемся тогда за голову. Но надо же всё-таки немножко же думать. Здесь мы пожинаем уже плоды. И скажу об одном. Ни в коем случае нельзя заставлять уже в этом возрасте ходить в храм. Требовать, чтобы веровал, требовал, чтобы были иконы, требовать, чтобы носили крестик. Нет, нет, нет. Я помню, как один позвонил мне, подскажите, что мне делать? Мой друг никак не хочет принимать крещение. Но вы знаете, я в экстаз вошёл. Я говорю, слушайте, я от вас никак не ожидал этого. Вместо того, спросить, что сделать, мой друг, что сделать, чтобы друг мой поверил в Бога, во Христа, в Евангелие, вы спрашиваете, он не хочет креститься. Всё перевернули с ног на голову. Что это, крещение магия, что ли, какая-то? Ничего не даст крещение, если человек не верует. Ничего. Не только ничего. А помните слова, какие Господь сказал, кто верует и крестится, спасен будет, а кто не верует, то есть и примет крещение, осуждён будет. Вот это мы никак не хотим верить. Нельзя таинство принимать без веры. А мы что делаем? Что мы делаем? Вы только почитайте, что пишут святые отцы даже о крещении младенцев, и тогда увидите. Вон святой Николай Кавасил что пишет даже. Младенцы, которые крестят как несовершенные умом, они крещение принимают несовершенным образом. Мы на это не смотрим. На крещение смотрим как на магию. Да мы ж не язычники же. Неужели вы думаете, я обращаюсь ко всем, неужели вы думаете Духа Святого заставить войти в человека тем, что окунёте его и произнесёте слова эти? Это только язычники так думали. Не может Дух войти Божий там, где сердце не готово человеческое. Вот в чём дело-то. Это надо же понимать в конечном счёте. Игнатий Бринчин, наш святитель, пишет, какая же польза от крещения, когда люди принимают его, не зная, что это такое. И дальше продолжает, какая польза от крещения младенцев, когда они, принимая его, затем воспитываются в языческом духе. Какая же польза! Вы что? Прямо язычники настоящие! Главное крестить, главное причасти. Да вы знаете, даже медицина вам что скажет? Что медицина говорит? Например, некоторые лекарства нельзя принимать, нельзя принимать, если человек, например, выпил что-то алкогольное. Вот, при давлении. Я забыл, сейчас, сейчас, сейчас вам скажу, вот если сейчас клофелин, о, клофелин, вот если клофелин, например, приступа гипертонического, так, если человек перед этим выпил что-то, так, и ему дайте клофелин, вы можете отправить его на тот свет. Нельзя! Так же нельзя и крестить, так же нельзя и причастить. Апостол Павел прямо пишет, оттого многие из вас болеют и умирают, потому что недостойно, без веры, без подготовки принимают таинства. Вы слышите, оказывается, какие таинства, что такое? Бог! Мы с Богом соприкасаемся, а Бога нельзя заставить войти, произнеся какие-то слова и действия. Он на сердце смотрит и на ум человека. Неужели мы этого не поймём? Как важно это знать! Поэтому и детей надо воспитывать в правильном понимании. Вот в чём. Они так, когда стукнет 13-15 лет, тут хватаемся за голову, ах, что делать? Здесь что делать уже? Постараться никаких насилий. Никаких! По-хорошему, насколько можно, если вы способны ответить на вопросы. Вот ребёнка, который говорит, а зачем мне? Скажите, зачем? А кто такой Бог? Скажите, кто такой Бог, если можете? А зачем я должен исполнять заповеди? Ну, ответьте! А что это такое причение и крещение? Скажите! Скажите! А вы что хотите? Ничего не ответив? Ничего не ответив? Хотите, чтобы он веровал? Как он может веровать? Как он может веровать? Ответьте! А чтобы ответить, что? Надо самим, оказывается, начать интересоваться, знакомиться, читать, чтобы ответить ребенку на эти вопросы. Надо образовываться и отвечать ему надо, объяснять ему надо ребенку. Тогда только не будет вот таких ситуаций, что вдруг в 15-16 лет человек не верит в Бога и прочее. Правильно делает. Он честно говорит. Я не верю. Вообще он не верю. Он никакого Бога не чувствует и ничего не знает, почему я должен верить. Него не понимаю. Я на экзаменах, если студент говорит, вот, Господь сказал, я говорю, что ты сказал? Какой Господь? А кто это такое? Ну-ка отвечай. А кто это такой Бог? А ты с какой стати взял, что Он есть? Ну-ка отвечай. Все прочие сидят и сияют от восторга. А он начинает потеть и краснеть. Давай, давай, голубчик. Видишь, ты придумал, какой-то Бог. Вот как надо. Если мы будем, надо трудиться для того, чтобы ребёнок наш получил какие-то знания, был действительно верующим и стал порядочным человеком. Трудиться кому надо? Нам, родителям. А то мы хотим как? Наверное, все знают и помнят, кто слушал меня. Хотим, чтобы дети были ангелочками, а сами деволочки. Вот тогда ничего и не получается. Алексей Ильич, вопрос. Страдаю от одержимости. Посоветуйте, пожалуйста, что делать? Ну, надо узнать, от какой одержимости страдает. Вот многие люди и что действительно это так, что действительно беснование. То относительно этого опыт очень многих говорит прямо. Говорит, что нужно делать? Постараться в той степени, в какой этот человек сам еще и осознает, и может что-то делать. Первое. Первое. Принять это так, как мы, например, принимаем. Родился с одним глазом. Что делать? Родился слепой. Что делать? С какой-то другой болезнью. Что делать? Что делать? Да? Да. Значит, для меня это наилучший, значит, путь. Ибо я верю, что Бог есть любовь. И моя жизнь только начинается здесь, а не исчерпывается этой землей. Это, мне, значит, самый лучший способ подготовки к жизни. Жизнь открывается в вечности. Значит, здесь что? У каждого, как мы говорим, свой крест. Кто без глаз, кто без ушей, кто хромой, кто слепой, кто в чем, глупый, кто неспособный. И что же делать? Что делать? В терпении вашем стяжите души ваши. Мы должны в конце, если мы верим в Бога, если мы верим в Бога, то мы даже, Господи, благодарю Тебя, помоги мне. Благодарю Тебя, потому что я понимаю, что это только подготовительный этап к жизни, а не сама жизнь сейчас. Только момент подготовительный. Здесь мы только экзамен сдаем. Эта земная жизнь только экзамен на то, как ты, человек, распорядишься своей совестью вот в этот миг своего существования. Сдай экзамен сейчас. Сдай. Как? Благодари Бога. Скажу вам так. Тот, кто принимает, принимает свои болезни, свои несчастья, как естественный, если хотите, и необходимый, если хотите, результат из своей жизни, и как необходимые условия для получения правильной вечной жизни, тот человек получает уже здесь утешение. А если он будет бунтовать, он и здесь будет страдать, всё время будет страдать. Недовольный человек всё время страдает. Недовольный всегда страдает, вы понимаете? А если я с этим смирюсь и пойму, что это для меня значительно и лучшее, то не только мне будет легче, но очень возможно, слышите, очень возможно, будет и исцеление от одержимости. Алексей Ильич, вот вы говорите, что каяться на исповеди нужно только в тех грехах, в которых обличает совесть. Как услышать голос совести? Ну, это я так сказал, а вообще-то я исповедуюсь иначе. Я пишу вот такой вот лист, на нём пишу всё, что только можно. Даю батюшке, подхожу на исповедь, а сам пока в магазин схожу, он читает там грехи мои. Вот так. Как услышать совесть? Господи, только что мы говорили, надо всё-таки хоть немножко сравнивать свою жизнь с заповедями Евангелия. Ну, надо-ка читать, значит, всё-таки Евангелие. Придётся читать. Почитайте, что пишут апостолы, как пишут что они как призывают человека отложить всякую злобу, всякую неприязнь, будьте братолюбивы, помогайте друг другу, будьте милосердны. Ну, Господи, надо же читать немножечко и заговорит тогда моя совесть. А я-то оказывается мне такой не судите, да не судимы будете. А как это не судите? когда вокруг меня такая дрянь все. Вот совесть и заговорит тогда. И тогда, может быть, и покаюсь. Потом надо каяться, обязательно надо каяться после каждого греха. Обязательно надо каяться после каждого совершённого греха. Перед Богом, перед Богом, не перед батюшкой. Не за батюшкой бегать, а перед Богом. Вот что она делает. Зачем вот эти утренние вечерние молитвы? Вечерние молитвы для чего они даны? Именно с этой целью. Если молитву не читаете, читайте своими словами. Покаяться надо. Вот, вспомнить свой день, свой день, и покаяться в том, что делали. Не оправдывай себя ни в чём. Перед Богом не оправдаешься. Вот что требуется. И надо это вечером обязательно. Для этого не нужно много. Буквально две-три минуты хоть. Надо же очищать свою совесть. Слушайте, мы комнаты убираем, бельё стираем, сами умываемся. Душу никогда. Что же это такое? Самое главное. А душу не собираемся даже умыть и очистить. ну верующие люди, ну мы молодцы. Действительно. Надо вечерком это делать. Вот так. Вопрос. Иногда в монастырях предупреждение, что поминовение с выниманием частиц может совершаться только за тех, кто исповедуется и причащается. За других нельзя, так как это может принести вред тому, за кого вынимается частица. У него начнутся скорби и испытания. В списке, за кого нельзя подавать поминовение на проскомидию, богоборцы, атеисты, пребывающие в грехе и не желающие оставить и так далее. Большой список ссылаются на Симеона Солунского. Это безобразие. Безобразие. Я пришел призвать не праведников, а грешников к покаянию. говорит говорит сам Господь, а мы теперь из себя строим праведников, а это богоборцы. Да богоборец знаете кто? Вот я христианин, который постоянно живу вопреки Евангелию. Вот то такой богоборец. А тот открыто говорит, что Бога нет, это чепуха. Самый страшный враг человека это сам человек. Никто так не убивает мою душу и не сможет убить, как я сам. Неужели мы не понимаем этого? Я убиваю себя. Я раню, по крайней мере. Это же каждый грех есть рана. Я осудил человека, вот себя процарапал гвоздем. Позавидовал, вот себя вонзил. Неужели не понимаем это? Вообще я вам скажу, это такое лицемерие, это страшное лицемерие. Это просто беда, что это делается, если это где делается, в каких монастырях, какие праведники нашлись. Мать за кого больше страдает, за здорового или за больного? Ну, ясно за больного. Здоровому говорит, отстаньте, вы-то видите, я же ему, вот, больного. Церковь это и есть мать. И она должна особенно даже молиться. За кого? Вот, за тех, кого там называют богоборцей и прочее. Особенно должна молиться. А есть каноны, конечно, за некрещеный человек, ну, ладно, или отлученной церкви, его на проскомиде, допустим, нельзя. Ну, это просто правило. Но молиться-то за него, конечно, можно и нужно, и особенно даже молиться надо. Чем сильнее болезнь, тем больше внимания мы обращаем к этому человеку. Так поступает мать, так должна поступать и церковь. А эти – это фарисеи. Те фарисеи и праведники, которых осудил Господь. Горе вам, книжники и фарисеи, чтобы гробы окрашенные, они не богоборцы, оказывается. вот эти, которые запрещают молиться, они богоборцы. Потому что не дают возможности помолиться за человека, который особенно нуждается в молитвах, потому что находится в особенно тяжёлом состоянии. Вы слышите, за него особенно надо молиться, а здесь наоборот, не принимаем. Ой, куда же я попал? Что это, за какая секта церковь превращают в секту? Извините меня, что я так говорю, может быть, слишком сильно, но это так и есть. Я пришёл призвать не праведников, а грешников к покаянию. Как призвать? Молиться. Всегда ли скорби являются признаком греховной жизни человека? А, это очень хороший вопрос. Это очень хороший вопрос. Вы знаете, когда праведный Иов, если кто когда-то читал Библию, может быть, когда Библию, то там есть история об Иове. И у него там, это очень интересная история. И в частности, там именно у его друзей, которые пытались его сказать, чтобы он ну, сознался, что он делает что-то не то, мы пытались эту мысль провести, что скорби является причиной его его является наказанием Божиим, что ли. Вот так. Дело вот в чём. Ещё раз я повторяю. И скорби нашей радости и то, и другое является ничем иным, как следствием нашего состояния внутреннего, духовного состояния. Скорби совсем не означает, что этот человек значит особенно какой-то грешный, а тот, у кого всё благополучно, значит, он праведный. Это чистейшей воды иудаизм. Знаете, есть такая религия, иудейская религия, иудаизм. Когда Христос сказал трудно богатому войти в Царствие Божие, то ученики изумились. А кто уж тогда спасётся? Потому что по иудейскому воззрению, если человек богатый, значит, он праведный. Потому что Бог даёт им богатство. Вы слышите? Бога свели на какой уровень? Вы слышите? На уровень того, который даёт земное благополучие, не вечности оставьте вы своё там царство Божие и вечность. Ты здесь богат, ты, значит, праведный. Ты бедный, значит, ты грешный. Помните, когда был слепо, Христос исцелил? Кто виноват? Он согрешил или родители его? Христос отказался, сказал, не он, не родители. Нет. Нет. Но чтобы явилась сила Божья на нём. В общем, скорби, так же, как и благополучие земное, совсем не означают, что это действие Божие, проистекающее из праведности или грешности человека. Причина не в этом совсем, а в другом. В чём другом? Вы знаете, в каждом конкретном случае, по-видимому, требует отдельно рассуждать. Человек богатый начинает раскошствовать, не заговорит без совести. Несовестно ли станет, когда видит друг бедного, у которого куска хлеба нет, а я изобилую? Может быть, пробудиться? Может, тебя осознаешь? Можешь обратиться к Богу? Может, покаешься? Наоборот, человек нищий, а он, ты, не поймёшь ли, не задумаешься ли о том, что это для тебя может быть самый лучший способ, благодаря которому ты приобретёшь хоть маленькую долю познания себя? Познание себя? Когда человеку хочется быть ему и богатым каким-нибудь, и славным, и так далее, и прочее, ты увидишь свои страсти, которые у тебя, и богатство, и скорби, или бедность, лучше сказать, посылает Бог для того, чтобы каждый в зависимости от особенностей его личности скорее и точнее увидел себя, познал себя, познал свои страсти. Для кого-то лучше познать свои страсти, быть бедным, для кого-то богатым, ибо суть, смысл человеческой жизни, земной жизни человеческой сводится к чему? К познанию себя. Вы слышите? Весь смысл нашей этой жизни – познанию себя. То есть, чего познанию? Познание своих душевных, духовных болезней, своих, как мы говорим, немощей, своих недостатков, своих страстей. Вот то, о чём мы с вами говорили, я не могу делать то, то, то. Я не могу ни завидовать, ни осуждать и так далее. Познание себя – вот в чём дело. Потому что через это познание человек смиряется и становится способным к принятию Бога. До тех пор, пока человек не смирится, Бог ему не нужен. Вы понимаете, в чём дело-то? Я не могу принять Бога, не нужен Он мне. Я сам. И каждый человек рождается с разными задатками. И поэтому каждому по силам его, как сказано в Евангелии, даётся или то, или другое для познания себя и направления своей жизни по заповедям евангельским. Вот, оказывается, суть дела в чём? Весь смысл человеческой жизни – увидеть, наконец, себя, кто я есть. Кто я есть? А кто я есть? Не тронь, а то пойдёт вонь. Вот увидит, когда этот человек, независимо от того, богатый, одному это богатый увидит, кто он такой, другой бедный тоже увидит, что он такой, и, оказывается, оба тогда они, оба они станут достойными действительно Бога и Царства Божия. Вот как совершается этот внутренний процесс в жизни человека. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 АПЛОДИСМЕНТЫ